Добрый вечер, дорогие телезрители! Программа «Главное» начинается. И главное у нас сегодня – это дата скорбная начала войны на Днестре 1992 года. Активная фаза начала войны. Трагическая дата. Что для Молдовы, что для Приднестровья, так называемого сепаратистского государства. Сегодня у нас в гостях Валерий Асталеб, эксперт по безопасности, который будет оценивать мои вопросы и ответы нашего гостя. И экс-председателя КГБ Молдовы в 1991 году господина Анатолу Плугару. Последнего председателя КГБ. А, точно, последний. Но последний – это уже мертвый. Последний председатель, а потом первый министр нацбезопасности. Первый министр нацбезопасности. Звучит лучше. Конечно. Трагедия, которая произошла в той активной фазе начала войны на Днестре, до этого изменовалась многими событиями, которые на сегодняшний день неизвестны многим нашим телезрителям и общежителям Молдовы. И здесь я буду отталкиваться своими вопросами к господину Плугару о начале тех действий, которые затем спровоцировали данный конфликт. Господин Плугару, вы в курсе задержания господина Смирнова и доставки его в Кишинев в тюремный замах или СИЗО номер 13? – Разумеется. Но не в качестве министра, а в качестве депутата. Я был в курсе задержания Смирнова в Киеве, доставки его в Кишинев. Возглавляемое мною ведомство задержало генерала Яковлева по соответствующему уголовному делу, а Смирнова задержали люди из МВД. – Я знал детали, знал где, что, как. Я знал людей. Отдельные из них уже не в живых сегодня. Я знал, как проходилось, знал, как его привозили. – Тогда ситуация была такая, что международных сообщений, соглашений о том, чтобы выдавать интересующих сторон людей, не существовало. На развалинах Союза это было реально и возможно. Хотя это стоило определенных трудов молдавским сотрудникам внутренних дел. – Да, сотрудники внутренних дел – это была спецгруппа по задержанию господина Смирнова с бригадой полиции специального назначения. Я их многих знаю, спецгруппы. – Там апостол покойный. – Ну, кто покойный, остались многие, которые живы еще. – Да. – Другие убежали из Молдовы и из Молдовы по причине того, что каждый год против них, ну, не каждый год, каждые три года возбуждают уголовное дело за похищение гражданина Республики Молдова. Это они мне сказали лично и могут, как говорится, подтвердить воочию. – Скажите, пожалуйста, почему засекречены допросные листы, или допрос, будем говорить, да, который был не просто записан сценографично, а записан в видео, нигде не официруется, и почему у него гриф «Особая секретность»? – Не знаю, не принято. – Как вы думаете? – Мы засекречивали протокол допросов. Это вопрос к прокуратуре, на самом деле, потому что возглавляемое мною министерство этим не занималось. – Валерий, а что вы думаете об этом? – Я думаю, что у вас там написано сейчас, и может быть написано еще 100 вопросов, на которые больше 30 лет никто не хочет. – Не то, что давать ответа, я не имею в виду моего уважаемого коллегу. – Ни политический класс, ни политики, ни те, кто должен был бы заняться, потому что не может Молдавия дальше двигаться как государство. И мы видим, что даже после стольких лет то, что произошло сегодня, одной из причин всего – это то, что мы никак не можем разобраться и честно ответить на вопрос, честно, конечно, ответить на вопрос, что произошло в 92-м году, кто в кого стрелял, зачем, какие были цели, у кого, честно ответить, что подписывал господин Снегур и с кем, и что там по-настоящему написано, а не так, чтобы через 28 лет любой человек мог интерпретировать этот документ. И политики, естественно, играются в эту игру в зависимости от того флага, который им сегодня нужен. Пока я не то, что за столько лет не увидел ничего подобного, а я не вижу даже в ближайшем будущем людей, которые способны взять на себя такую ответственность, потому что это очень больной вопрос. Если два человека в бытовой драке подерутся, это будет конфликт, который надолго им запоминается. А когда люди, живущие в одной стране, по неизвестным еще для многим причинам, устраивают такое, что произошло в тот период, и нет, помимо этого, как я смотрю, заинтересованности, потому что если на ваши вопросы будут отвечать люди из Тирасполя, я думаю, могут быть и совершенно разные ответы на этот вопрос, и будут отличаться. Вот что с этим всем делать, и кто должен взять на себя ответственность на сегодняшний день, за вчерашний, за сегодняшний и за завтра, кто из политического класса готов начинать говорить на эту тему, потому что мы дальше по пренестровской проблематике вообще скатываемся, если читать молдавскую прессу, совершенно абсурдный путь. У нас все дальше и дальше с каждым годом идет такое разделение «мы-вы», «они-мы», «наши-ваши». И это у меня вызывает смех, потому что я так и не понимаю, какая политическая и официальная позиция Кишинева. Мы хотим реинтеграции, да или нет? А если да, то там, кто живет, это наши люди, мы в одном государстве живем? Да, нет. Так если они такие же, как мы, то почему в вашем публичном выступлении постоянно присутствуют «мы-вы» и «враги», и вы с ними ведете себя, как будто они враги? Что мы предлагаем для этой реинтеграции? Ладно еще, мы в определенном возрасте, те, кто за этим столом, мы-то еще хоть что-то помним, хотя не на все можем ответить. А те, кому сегодня 18 лет, они вообще ничего не понимают, о чем мы сегодня будем разговаривать. Многие из них в силу нашей очень умной лингвистической политики, которая сделана, естественно, специально для разрушения всего этого, они вообще даже уже скоро не будут понимать ни своих друзей, ни в Тирасполе, ни в Бельцах, ни в Гагаузе. Мы же притворяем, дальше продолжаем включать идиотов и притворяться, что только центр Кишнева, мы пуп земли и Европа одновременно, а другого мира в Молдавии нет. И что есть люди других взглядов, и нужно это соблюдать. И вот это все вместе взятое. Отсутствие любых официальных документов на эту тему. Книги на разные конфликт, они же бывают, можно штудировать уже то, что было 30-50 лет назад, а в Молдавии нет книг, ну, есть несколько, правда, но их нужно искать днем с огнем, и они могут быть спорными. Но, в общем-то, молдавский политический класс, ни парламент, никакого созыва, ни руководители пока не дают ни надежды на то, что кто-то серьезно относится к этой проблеме. Поэтому ваши вопросы сегодня, чтобы повторять их из года в год, они очень важны, но на них ни я, ни мой коллега честно не сможем ответить, потому что хоть господин Плугарова один из наиболее информированных людей на эту тему, я не знаю, сколько людей из тех, кто нас смотрит в состоянии такую правду принять и не говорить, что виноваты только те или эти. Я, например, сторонник тех уроков, которые в свое время усвоила Германия. Они собрались после 1945 года, взяли то, что было ошибочным, признали эти ошибки и пошли вперед, чтобы больше никогда к этому не возвращаться. И в Террасполе, и в Кишиневе есть люди, которым есть за что отвечать, были и ошибки, были и провокации, поэтому очень долго надо разбираться. Но столько времени, сколько политический класс не будет способен заняться этим вопросом и один раз собраться за столом, договориться, что у нас есть точка зрения, не только мы победители и пострадавшие, а всегда есть какая-то середина, мы будем продолжать такое разделение, что то, что было сегодня в центре, может, еще и не финал. То, что было сегодня в центре, это предтеча, думаю, чего-либо. Так ничего у нас не бывает, особенно, когда платят деньги. Но я все равно задал вопрос. Задержание Смирнова могло повернуть вспять, вспять. те сепаративские направления, которые затем последовали, судя из официальной нашей государственной политики. – Вы имеете в виду его привлечение к ответственности? – Да, не привлекли к ответственности, был отпущен. – Привлечили к опыту, задержали, но потом отпустили. – Да, но самое интересное, почему я задал этот вопрос. В официальных газетах наших, масс-медиа, были в виде газет в то время, было написано, что он дал письменные заверения о том, что не будет выступать против официальности, будем говорить, Кишинева. – Почему даже это засекречено на сегодняшний день? – Я вас спрашиваю. – Да, разрешите, я попытаюсь внести хотя бы небольшую ясность, потому что на самом деле все это очень сложно было тогда понять, но кое-что со временем стало яснее. Если в двух словах, то мы действовали в сложнейшей обстановке. Никто на самом деле не знал, не понимал, что происходит здесь, что происходит в регионе, в распадающемся союзе, в мире, на континенте и так далее. По большому счету никто из политиков, я уже не говорю о ведущих политиках, не понимал, что происходит. Это со временем, с годами мы поняли, что нас развели. Да и развели, и использовали, и сегодня тоже используют. Нам, молдаванам дали оружие, россиянам или русским дали оружие, сказали, стреляйте, мы дружно стали это делать. Для того, чтобы ответить коротко на вопрос, кому была нужна эта война, и кто ее начал, надо сегодня просто смотреть, кто стал собственником соответствующих предприятий в Приднестровье, в Заднестровье, вернее, здесь и так далее. Достаточно посмотреть список миллионеров, которые стали миллионерами на том вооружении, о котором мы с вами говорили до начала передачи, на колбасной, на том, что производилось на Рыбницком, Металлургическом и так далее. Это абсолютно четкий, ясный ответ, мы тогда не понимали. Хотя и парламент, и правительство, и президент Снегур делали все вместе все возможное, чтобы это предотвратить. Это однозначно, не надо думать, что кто-то хотел войны, это неправда. И сепаратистами людей наших, Заднестровских граждан, называли как раз враги нашей государственности, румынофилы и так далее. Смирнов стал президентом, а потом и миллионером, да потом и награжденным Российской Федерацией за непонятно за какие заслуги. Благодаря вот этим, вот Гимку, Рожка и прочее, и прочее, которые... Я сегодня, например, Рожку не виню, потому что он прозрел. Сегодня то, что он изрекает, очень похоже на дискурс, на речь государственного мыслищего человека и так далее. Это первое. Второе. На самом деле мы имели дело с другой стороны, не с Террасполя. Мы имели дело с Россией. Что такое Россия того времени? Это, во-первых, пьяная Россия в лице ее президента-алкоголика. Я есть автор обращений, письменных обращений снегу рака к Ельцину. Я есть свидетель, как мы просили прекратить. Мы его предупреждали, что выращиваемый вирус сепаратизма в Террасполе обязательно распространится и на России в целом и так далее. Никаких реакций. Неоднократно, десятки раз пытался президент Снегур связаться с ним по соответствующей его связи. Никаких реакций. Там все зависело от состояния трезвый или нетрезвый Ельцин. Россия сама многоликая. Она и тогда была разной. Не сря говорят о нескольких башен в Кремле и так далее. Она и сегодня другая. Поэтому, когда я вижу этих Павличенко, Гимп и прочие, что во всем времена Россия, это просто коробит. Это настолько низкий уровень. Что мы воевали с Россией, с русским народом? Никаких самых. А воевали вот с такими, значит, бригадами, бандами зэков. Это факт. С бригадами, бандами ряженых казаков. И так далее, и так далее. Да, сюда приходили патриотично настроенные, в смысле России, люди. Уважаемые к ним. Хотя и они ошиблись. С некоторыми из них мы с годами встречались. Но тогда мы смотрели друг на друга, как на врагов. Особенно взрывала ситуация и вот эти выходки Косташа, который поднял Миги. Я признаюсь сейчас, не первый раз признаюсь, что я не говорил правду средствам массовой информации. В частности, покойному Ангеле, который меня спрашивал про Мигов, я был вынужден отрицать. Когда я увидел, что он ставит пушки на этом берегу и стреляет по другому берегу, я побежал к снегу. Мир Чайбанович, этот кретин, значит, будет кровопролитие и так далее. И слава Богу, что благодаря усилиям, в том числе и ведомству, которое я возглавлял, удалось этот конфликт остановить. Слава Богу, что мы имели спецконтингент, который сделал все возможное, чтобы не дать развитие, чтобы не дать эскалацию этого конфликта. Но было тогда очень-очень непросто. Потом, когда появилась и Чечня, и югославский сценарий, мы поняли, что оказывается все очень просто. Нужна дыра. Нужна черная, бездонная дыра, экономическая дыра, в этом смысле, через которую прошли бы и доллары, и наркотики, и вооружение. Что, собственно, потом и получилось. Вот в какой обстановке это все произошло. И вот вам ответ на ваш вопрос. Ответ хороший на вопрос. Почему слова Смирнова, а также его показания, засекречены или полностью пропали? Да вы лучше спросите, почему его отпустили. Кто его отпустил? Отпустил Снегрова. И по прямому звонку с Москвы. Вот вы неинформированы, я даже. А что вы неинформированы? Да. Вообще эти вопросы я предложил бы поговорить с ребятами из прокуратуры. Нет тех ребят уже из прокуратуры. Есть, живые еще есть. Которые имеют доступ к архивам. Я вас познакомлю с живыми исследователями, которые вели это дело. Которые выезжали на место происшествия. Которые арестовывали Смирнова. С Пост-Ован пригласите. Он тоже в курсе. Пост-Ован уже был. Пост-Ован тоже был. Смотрите, Валерий. Ведь секретность Молдови основана на той секретности, которая основывалась, сейчас услышит господин Пугаров, основана на том архиве КГБ, который относился к советской Молдавии. Но самое смешное, и к той Бессарабии. Румынской Бессарабии. Часть. Вот архив. Часть архива вывезли. Через Террасболе он был эвакуирован. Почему летали самолеты тогда, никто не знает. На Террасбольский аэродром. Но часть этого архива осталась здесь. Здесь у нас. И она полностью засекречена. Как-то один из политиков сказал. На мой вопрос, на вопрос других журналистов. Почему вы мне рассекретите архивы КГБ? Он говорит, что вы же хотите, чтобы мы остались бы вообще без политиков в Молдавске. Это до какого года вы предлагаете рассекретить? До развала СССР. Вообще, я, конечно, скептически отношусь. Давайте мы освободим. Не, 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 не. Валерия у нас специалист по безопасности. Вообще, я, конечно, скептически отношусь. Есть определенные общепринятые. В этой сфере должно быть 80-90 лет и так далее. Неважно, это был Советский Союз. Или все равно речь идет. Мы же какую цель должны преследовать? От того, что собой представляет молдавский политический класс, не надо особо расшифровывать. Потому что из них, судя по интеллектуальному уровню, то и агенты какие могли быть. То, что сказал 50 грамм за столом, мы это прекрасно понимаем. В Советском Союзе уже вреда они не могли нанести. Вы просто затронули больную тему совершенно другого характера. Без истории нет будущего. Состояние дел сегодня, после 30 лет, потому что, осуществляя такой общественный надзор над молдавскими спецслужбами, я могу сказать, что, на мой взгляд, за последние 30 лет, то, что сегодня происходит, конкретно при сегодняшних руководителях, при Сауленко, Гуменике, это не просто самая слабая спецслужба за всю историю молдавского государства. А мне кажется, что они либо по глупости, либо целенаправленно профессионально ее уничтожают. И то количество офицеров, которые увольняются или уволены за последние буквально 6-7 месяцев. Ведь подготовка одного офицера, это же не прихоть Гуменика или Сауленка. Его нужно только проверять годик, а потом готовить годика-три. Все это время с ним работают люди, это стоит денег. И когда приходит какой-то осел, который себя возомнил одновременно, то есть политическим гением, который говорит, я тут решаю, и он может десятками увольнять людей, он считает, что он имеет на это полное право, то это, знаете, у меня есть такое, я для них выдумал такой статус. Вот инфантильный нарциссизм. Я вот так бы сегодня их обозначил. Потому что, наблюдая за методами, за тем, что они делают, и за их результатами, потому что я недавно смотрел с большим смехом коллегию СИБА. Во все года, за все последние 30 лет коллегия СИБА, она должна быть хотя бы 2-3 часа, там должны выступать руководители подразделения, раз приходят еще и выше... Отчеты, предложения по улучшению... Совершенно верно. Раз еще приходят и выше руководства, хотя что они там делают, это другой вопрос. Но раз пришли, сейчас была коллегия, значит, 25 минут, никто ничего не выступает, никто ничего не говорит, никто лишь бы куда-нибудь не попасть. И вот на этой коллегии президент, значит, говорит, цитирую его, вот 9 лет назад я спросил одного президента, он фамилию даже не назвал, а где были наши службы? Он имеет в виду 7 апреля. Я могу спросить про сегодняшний день, где были наши службы тогда, если он не знает где, то это там, где вся наша страна, под его чутким руководством. 25 лет прошло, и мы деградируем в области, а ведь, почему я трогаю эту тему? В любом государстве, Министерство иностранных дел, и спецслужбы, это элита государства, плюс еще желательно Академия наук, но тут у нас вообще не складывается. Но в спецслужбах в нормальном режиме работает и должна работать элита государства, самые умные ребята во всех отношениях, потому что они должны защищать интересы не политиков, а государства. Вот эти назначения с каждым годом людей, не имеющих ни экспертизы, ни понимания, ни для чего, превратили на сегодняшний день СИБ в структуру с непонятным бюджетом, который не подконтрольно никому, никто ничего не знает. До этого поменяли закон, что якобы парламентский надзор. Что это такое? Кто из депутатов имеет понятие? Сегодня перевели якобы уже под президента. Но вопрос к любому из нашему телезрителей, и те, кто сегодня в студии, я назову это элементарной понятия. Кто-то знает, что такое внешняя контрразведка, например. И вот приходит президент, он с умным видом, надувает щеки, он якобы дает указания, или люди, которые сегодня руководят этой службой. Но у них нет ни подготовки, ни кадровой, ни понимания жизни. Вот они так прыгнули из одной должности в другой. Где, я не помню, где была молдавская спецслужба, когда украли этот миллиард. Когда сейчас мы узнаем от товарища Дякова, что, кажется, у нас покупали депутатов. Мы-то об этом знали, я понимаю. Но только в компетенцию службы ходят не докладывать политикам, кто с кем вчера встретился, в какой бане, какие планы захватить власть. Они совершенно потеряли уже смысл самой спецслужбы. Они просто там между собой раз в два года расправляются, пишут друг на друга доносы, и это все, во что это превратилось. И я боюсь, что мой коллега знает намного больше на эту тему. И причем с деталями. Вы считаете, что я не прав? Если вы позволите. Я скажу с болью. Короче говоря, к сожалению, мое детище, а именно я, автор указа ликвидации КГБ, образования Министерства национальной безопасности, на тот момент я застал коллектив, о котором говорил уважаемый господин Весталеп. На самом деле элитарный коллектив. Ребята с двумя-тремя высшим образованием, ребята с опытом за рубежом работы, настоящие опера, настоящие офицеры информации. То, что сегодня мы там имеем, я даже не могу найти слова. Дело в том, что помимо очень многих ударов, которые эта служба перенесла на протяжении этих десятилетий, за последние несколько месяцев ее возглавило полное политическое и профессиональное ничтожество. Абсолютно пустой человек этот Исауленко. Я повторяю, я говорю это с болью. Я попытался с ним общаться по вопросам защиты прав ветеранов, спецконтингента нашего, который сделал очень много для того, чтобы остановить, чтобы не дать кровопролитие развиваться и дальше. Мы многое сделали для того, чтобы не было у нас, что-то говорит, не армии, воевали милиционеры, у которых была тогда комплекция такая, какая сегодня у меня. Это полный, полный, полный невежда. Это человек, который заблудился. Это баптист. Ну, баптист хорошо, как раз это хорошо в демократическом государстве, но чтобы он был профессионал, чтобы он был патриотом этого. А так он предатель. Этот человек ненавидит молдаван. Этот человек есть автор всех провокаций и в Российской Федерации, которая до сих пор очень много незаконных действий. Что именно? Да, скажу я вам. Провокации, я понимаю. Этот человек убрал несколько десятков высококвалифицированных офицеров. Этот Исауленко уничтожает службу. Разогнал и сейчас судится с десятками офицеров. Это просто страшные последствия. Этот человек посягнул на святая святых, на то, что государство должно охранять как зеницу ока, на агентурный аппарат, на людей, которые в сложнейших современных условиях трудятся в разных странах, в разных посольствах, скажу уже прямым текстом. Он ставит под реальную угрозу их жизнь и судьбу самого государства. Вы не найдете ни одного нормального человека, офицера, который там работал и работает, чтобы он добрые слова о нем сказал. Мы обратились в парламент, в соответствующую комиссию. Мы встречались с Жоздановым. В курсе дела Дадон, в курсе дела Гречанин. Но его по-прежнему там держат. И им приносит фактуру, показывает, что он делает, как он делает. Никаких реакций. Я не понимаю. Либо он... Вы вообще знаете историю Эсауленко? Его привел когда-то посад по каким-то личным и дружественным мотивам. Отец его был в Лиму, работал и такой лимит. И когда он... Да, и поначалу он стал служить плохотнику. Дела, а потом на доклад плохотнику, коммерты с деньгами и так далее. Я понимаю, что это непросто доказать. Но если надо будет, у ребят есть и соответствующее документирование. Потом, когда он, один из первых, понятно, где работает, узнал, что Майя Санда собирается победоносно уходить, он тут же переметнулся к Майе Санду и стал сливать все, что им было на демократов, на социалистов и так далее. Но неожиданно для него Майя решила заняться президентской кампанией и ушла. Что делать? Он растерялся. Вы не видели его нервное лицо. Он побежал обратно к демократам. Стал просить прощения. К Тадону сейчас ходит и умоляет их. С Майей Санду он встречался каждую среду в 17 часов, как меня информировали. С представителем ЦРУ здесь он уже минимум два раза в месяц. Он явный враг России. Тогда я задаю себе вопрос. Я хочу спросить публично. Можно у вас в телевидении публично спросить главного друга России сегодня? президента Додона. Он кого там держит? Ведь каждая минута пребывания этого предателя в Дону, что это есть разрушение государства. Он хочет, он ходит уже три или четыре человека, по моим данным, вовлечены в процесс расшифровки, расконспирации агентуры, которые могут просто свести счета с жизнью после этого. Это нездоровый интерес. Да, руководитель имеет право узнавать, но дело в том, что он берет и идет докладывать. Майя, шмайя и прочим, прочим. Это категорически нельзя делать. С моей точки зрения, этого человека может остановить только возбуждение уголовного дела против него. За предательство против нашего государства. Извините за мои волнения. Я просто общался с десятками людей оттуда, и я не мог это не говорить. И нужно посчитать, во сколько нам обходится такое времяпровождение. Вот что господин министр говорит с таким волнением и болью, потому что он знает, что он создавал. И сколько стоит, даже не деньги, сколько энергии, сколько сил тратится на подготовку профессионала в этой службе. И приходит вот такое политическое ничтожество, и одним щелчком десятки людей, значит, они уходят в никуда. Куда в никуда у нас и так людей почти что не осталось. И что интересно, что наносятся эти удары не по каким-то людям, которые скомпрометированы или которым могут быть вопросом. Воспользуюсь, так сказать, этой передачей. Несколько лет назад вы в курсе прекрасных, в частности, вы, Сергей Васильевич, вы один из них, многие тут даже публично поддерживали, по истории с этим полигоном, куда сейчас ходят все руководители, тренируются, и все там нормально. Никаких террористов там никто не замечает. Александр Балан, известный человек, по-моему, с психическими отклонениями, значит, тогда пытался завести какое-то дело, что якобы мы там тренируем террористов, выковыривал это все из носа и так далее. А это был один из руководителей службы. Я и публично сказал несколько раз, что с этим человеком не все в порядке. Он на резолюции в официальных документах ставил резолюцию ФК. С молдавского языка это резолюция. Он давал такие указания, примерно я сейчас объясню, это вступление в половую связь, что-то наподобие этого, не хочу я говорить другой формулировки. Есть такой у нас врач, господин Немцан, который у них поликлинику возглавляет. У него специфика это неврология близкой психиатрии. Так вот, этот балан, он представляет сегодня эту службу в Киеве. Его никто не трогает. Это человек с явными психическими отклонениями, если он руководитель и пишет такие резолюции. Да еще и на выдуманных историях. И об этом прекрасно известно. В частности, другому деятелю, Гуменюку, который прекрасно знает, что там была за история. Настолько прекрасно, что мы с ним это обсуждали. Нет, для него тоже все нормально. Гуменюк, кстати, если думает, деляга такой, что когда он уйдет на пенсию, то им обоим он будет скидывать на Исауленка, и Исауленка на него, то так не пойдет. Все, о чем мы сегодня с Гристианом Плугару говорим, это не разговоры между тремя людьми. Об этом говорят десятки очень серьезных людей. С ваших слов. Далеко не с моих. Не с моих. Мы не выдумываем это. Я могу вам назвать, но нет смысла. Какая-то фамилия, какая-то с людей. Смысл есть, когда возбуждают уголовное... Это все со временем к этому и приведет. Просто для меня вопрос. Чем занимается так называемый парламентский контроль? Чем занимается это руководство? Или только надуванием щек, когда они ходят на эти 20-минутные коллеги. И он не мог вспомнить фразу, возглас из зала. Предупрежден, значит, не побежден. Весь уровень, который сегодня есть. Это на самом деле очень серьезная тема, потому что на те деньги, которые сегодня тратятся на эту спецслужбу, а это очень большие деньги, то, во что они превратили, это просто такая закрытая мусорка, которую пишут только каждый день друг на друга. Балан это там наводил тогда порядки на ожога, который потом уже оказался не российским агентом, а сегодня начальником контрразведки. Когда ходят друг к другу в гости, они уже друг друга не помнят. И так они по кругу. Этот же Балан из Киева, он же надеется, что он делает сейчас. Придуривается, пишет разным политикам, стравливает их там местами, думает, что он свалит из Сауленка, займет его место. Вот это вот уровень болванов, за который мы все платим сумасшедшие деньги. Потому что этот бюджет, хоть и не в кавычках там у них и засекреченный, но он на самом деле большой. Не за это мы платили вот 30 лет, чтобы прийти вот в эту позорную ситуацию. И, к сожалению, мало людей, которые хотят, во-первых, об этом говорить. Они все там достаточно трусливые. И уж тем более мало политиков, я смотрю, которые хотят за это браться. И что вы предлагаете нам делать? Вы просто... Я слушал вот то, что господин Плугару говорил не только что, а как он говорит. Я не знаю молдавских политиков, которые говорят с болью о состоянии дел. И для меня это очень важно. Я понимаю, конечно, когда я задал вопрос об архиве КГБ, я имел подспудную мысль о том, что когда говорят о том советском прошлом, тяжелейшем советском прошлом, эти наши правые крайне нападающие, они почему-то ни разу не заикнулись о том, чтобы данные архивы были озвучены. Я понимаю вашу мысль. Просто они настолько уже скомпрометированы с другой точки зрения. Их результаты такие, что лично для меня то, что я, например, увижу рассекреченный архив 1988 года и какие-то имена, что он якобы стучал по линии пятого управления в то время. Ну и что? И я же догадываюсь, что они там писали. Все эти театры, актеры и так далее. Писатели, журналисты. Совершенно верно. Что они там могли писать? Это совершенно... Я спецслужбы воспринимаю тем более такого государства как наше. Ахаевое советское наследие они должны следовать своей цели раскрытия архива. Я понимаю. Вы же прекрасно знаете, что они всегда будут на стороне тех, кто просто им сегодня платит. Платили и тогда, платят сегодня. Они любой флаг возьмут под себя. Те, кто это требует... Да, пожалуйста, пожалуйста. Те, кто это требовали и требовали. Это умышленные действия по разрушению государства. Это очевидно. Надо быть круглым кретином, особенно если ты претендуешь политикой заниматься, чтобы требовать расшифровки агентуры. Нет агентуры, нет службы, нет спецслужбы, главная служба по защите государства. Значит, нет этого государства. Это разрушители государства, это враги государства. И самое печальное в том, что они, как справедливо отметил мой коллега по плыту, они получают зарплату из государственного бюджета. Бюджета государства, которые исчезновели, которые... Вы меня убеждаете в том, что давно у нас происходит? Вот так получается. Не убеждаете? Нет, но то, что сегодня происходит, это вообще страшно. Агентура об агентуре и остальное мы поговорим после рекламной паузы. С удовольствием. И во время тоже. Да, и во время нас уже заберут. Рекламная пауза. Закончилась рекламная пауза. И напоминаю нашим телезрителям о первой части нашей беседы и о чем мы говорили и с кем мы говорили в гостях у нас Валерий Асталев, специалист, ну, профессиональный специалист по безопасности, которая и международная, и внутренняя, а также внешняя. Как звучит? И бывший председатель КГБ Молдовы господин Анатол Плугару. Уже задрожал голос. Последний. КГБ вспоминает, голос дрожит. Реакция адекватная. Абсолютно. Рефект осторожный. Задам простой и обычный вопрос. Вам. Как вы видите, как специалист по безопасности, особенно международной, в свете международных конфликтов, а также войн мировых, а также ситуации в Европе, чем может отличаться работа СИЗ, СИП от КГБ СССР? Задачи другие, живем в другом мире, реальности другие. Вот мы в паузе с вами говорили, что важнее сегодня для Молдавии, чем экономика. Потому что демография напрямую связана с экономикой. Они бредят патриотизм, вернитесь назад, что-то такое. Это никто уже даже не слушает, но для молдавской спецслужбы, конечно, задачи, которые должны ставить, не сами себе придумывать то, что они делают, а это, конечно, зависит напрямую от руководства, которые тоже не совсем понимают эти задачи. Но что может быть важнее сегодня, у них, кстати, специалистов в экономике нет, чем рынки сбыта. И не просто так написать на карте, какие рынки сбыта. Я могу открыть большую разведывательную тайну, что Россия, Украина частично, это одни из наших основных приоритетов должны, где мы информационно. Хочу отметить одну очень важную вещь из-за дилетантизма, маразма. Люди, как правило, особенно в Молдавии, не понимают совершенно роль спецслужбы. Они думают, что это подглядывает друг за другом в сауне. Ведь задача государственного масштаба заключается в другом. Помогать тем, кто производит, вот чем отличие от КГБ, СССР, когда средства производства были у государства, сегодня в частных лицах. Те люди, которые что-то производят какие-то предприятия, им нужно продукцию сбывать. Так вот работа по объективной информации, где это лучше сбывать, каким образом. Вот тут подключать МИД для того, чтобы они создавали наиболее благоприятные условия. Вот спокойной, дружелюбной манере. Это не воровать там по карманам, тырить, как себе какие-то планы НАТО или танки русские сюда приедут. Вот эти бредни, они этим занимаются. Вместо того, чтобы заниматься спокойной работой по обеспечению экономических интересов. Я сейчас говорю, я вижу ваш взгляд. Вы можете себе представить, что они в их башке у Ясауленка или Буменька, это, например, список бизнесменов и предприятий, которым Молдавии нужно помогать находить рынки сбыта. Они не понимают даже, что я сейчас говорю. Это я прекрасно осознаю. Но я отвечаю на ваш вопрос. Второе, понимание той очень сложной социальной ситуации, в которой находится Молдавия, и где мы сегодня находимся. И объяснение не только в аналитических справках, но для этого представить, какой интеллект надо уметь в той сложной социальной ситуации, в которой мы находимся с точки зрения национальной политики, психологической, этно-психологической составляющей. Мы пропустили страшнейшие голы за 30 лет, то, что было в начале передачи. Тогда, 30 лет назад, на самом деле не понимали. А сегодня мы понимаем, что мы живем в мультиэтнической стране поликультурной. Это означает, что кто-то должен нарисовать политикам, которые в большинстве случаев, что законы в Молдавии сосуществования не годятся по принципу монополии. Есть и мажоритати, есть и миноритати. Да чушь это никогда ничему, кроме как очередному конфликту не приведет. Кто-то это должен объяснять. Не приводит по факту. Из чего составляется так называемая общественная безопасность, социальная безопасность. А если сидят в этом пятом управлении, не буду называть его фамилию, знает он прекрасно, и работают по Приднестровью, только ли какую-нибудь гадость про них рассказать, отец с другой стороны на них и так далее, то как это приводит к реинтеграции, я не могу понять, где здесь мосты, которые мы должны наводить. Те ничают, уезжают, эти ничают, уезжают, сидят, ждут в конце месяца, когда им дадут 10 тысяч рублей зарплату. Это, конечно, ни к чему не приведет, потому что и четвертый, и заканчивая на этом, потому что здесь можно говорить годами на эту тему. В первую очередь системная проблема в том, что политическое руководство этого государства не осознает, какой инструмент это спецслужба. Она не осознает, какой, для чего, как им пользоваться. У нас был двухмесячный руководитель спецслужбы, прелог этот, дилетант. Нахрена он туда сунулся, только он знает. Так он спрашивал, говорит, а надо создать юридическую базу, говорит, это вот, а как вы там узнаете секрет? Ну, конечно, ты же приходишь спокойно к человеку, у которого секреты, говоришь, а ну расскажи мне секрет, он тебе его рассказывает, юридическую базу ему создавает. Так я этот пример привожу для того, чтобы вы понимали, то есть как там думают и каким образом. Сейчас нам есть господин Крецу, ему уже позвонят после этой передачи и скажут, быстро узнай, откуда эти двое это все узнали. Еще одна умная задача, этот бедный человек будет сидеть и думать, ну как я узнаю? И вот по кругу, вместо того, что написать, что мы сегодня предлагаем делать, они будут пытаться узнать, откуда мы знаем. Это уже никакой не секрет. Об этом говорят сотни людей. И это реально проблема не просто имиджа, да имидж бог с ним. Они разрушают то, потому что традиции любой спецслужбы нельзя создавать скандочка. То есть если сегодня там все сравнять с землей, в прямом смысле слова, всех уволить и так далее, но опять, чтобы что-то, какие-то результаты было, ну лет восемь надо. Кто это будет делать? Да ладно лет восемь. А сколько? Мы получим готовую себе оперативную часть, контрразведывательную часть и внешнюю. Я потом раскрою тайну. Давайте. Сейчас не хочу. Когда потом? Сейчас же, ну после ответа господина Булгару. Вы как считаете, чем отличается работа СИС-СИМ от КГБ? Ну вот эту тему действительно можно говорить. Наложить можно. Часами, да. Давайте часами. Про экономическую безопасность, про экологическую и про медикаментозную безопасность, если можно так сказать, и про алиментарную, то, что мы кушаем. Миллион тем и все это должно быть направлено на сохранение этого народа и этого государства. Отличия от КГБ? Да, в принципе, не должно быть никаких отличий, потому что я не говорю о качестве, направленности задач, но задача, главная задача, оно в советское время так называлось, комитет государственной безопасности. Главная задача безопасность государства, безопасность народа. Мы вообще отошли от понятия защиты государства. Народа. Защиты народа, тем более. Государство должно быть нет понятия. Нет понятия. Права государства за последние десятилетия, знаете, они равны с правами алкоголика, с правами тунеядца, с правами дебила. Одинаковые права, если даже не дискриминированы. права государства. Тогда, когда государство это наше общее. Это все. Это единственный инструмент, который может тебя защитить как гражданина этого государства. Нет государства, нет защиты. Это абсолютно элементарно. Ладно, я не ставлю задачи, которые ставят и решала всегда, допустим, Масады, в любом месте, в любой точке земного шара, если евреи обидели, вылетели, забрали, доказали, через десятилетия нашли и так далее. Хотя, в начале 90-х, когда, я имею в честь, возглавят эту службу, у нас были совершенно компетентные ребята решать вопросы континентального мирового штаба. Года окументов дичейства. На самом деле. И вот все эти люди сегодня абсолютно игнорированы. С ними вообще никто не разговаривает, не советует. Я извиняюсь, я перебью вас. Сегодня было мероприятие там. Очень достойные офицеры из поколения господа в Сибе. Мы же про них говорим. Сегодня там было мероприятие. Я специально наблюдал, кто там был. Очень достойные люди, они почему-то не пришли. Я извиняюсь, вы там были? Ну, как я могу пойти туда, когда там руководители такое нечистое. Ой, если я вас наслушаю и смогу сразу попросить, чтобы меня завербовали. Но деньги вперед. Смотрели. У вас на идеологической основе проработают какие деньги. Мы после этого встретились с ребятами из соответствующего контингента и помянули Ремко и тех, которых нет, которые оставили свои жизни там. Абсолютно генеральное общее впечатление, что это вообще какой-то цумбурук его назвали. Цумбурук. Знаете, что такое цумбурук? Такая мелкая. Шестерка, если говорить языком современных румынских психологов, особенно, которая в Бухаресте подготовку имеет, это действительно на самом деле ничтожество. Так вот, как раз в отношении другая серьезная задача такой конторы, такой организации, как мы говорим, это защита прав граждан. Защита твоих граждан, где бы они ни находились. Так если ты не защищаешь тех людей, которые с риском для жизни защитили страну, государство, независимость во время этой несчастной войны, несчастной для нас, так как ты других вообще защитишь? Так этих людей, эту спецкатегорию на руках носить надо, уважительно, пойти навстречу. Слушайте, их держат в постоянном секрете, тупом, абсолютно дебильном секретном режиме и нарушают самые элитарные права. недавние ответы из этой организации подписаны одними из тамошних кретинов под руководством главного кретина. Знаете, что пишут там? Что пишут, что вообще этот контингент, он как части национальных вооруженных сил, я читаю, диву, даешь, ну просто абсолютные думы, тогда вообще не было вооруженных сил Молдавии, вообще не было. Мы этот спецконтигент со спецподготовкой, там есть десантура, там есть разведчик, там есть контрразведцы, очень серьезные люди, которые имеют опыт в разных странах мира. Мы вынуждены были призвать эту категорию, которая проходила подготовку в условиях того же КГБ. Вы хорошо знаете, как эксперты, вы тоже имеете соответствующую биографию. Да, как нибудь. И он пренебрегает этой категории. Он идиот даже не дает себе отчет, что эти люди однажды могут просто его взять и я не знаю с какого-то этажа выкинуть. Он это не понимает. Он не понимает, что люди вернулись в войну с соответствующими контузиями. Он не понимает, что у них есть проблемы психологического порядка, другого порядка. Он вообще не... Я говорю, слушай, я был специально в Валерии, я был на встрече с ним предварительно, думаю, руководитель молодой, да, я подскажу, что абсолютно ничего не слышать и не хочет. Поэтому... Они брали за основу вот эти современные руководители, они брали за основу то, как в сказках русских. Знаете, да, сказки? Риванушку дурачка. Да, да, да. Ну, он полжи дурачком был, а потом выстрелило, представляете, а? Поэтому... Печка начала кататься. Такое сравнение с КГБ. Тут бы, хотя бы минимум, элементарный... Сравнительный анализ позволяет понять ход ваших мыслей. Хотите, я вас развеселю, раз я уже так грустно говорю. Вы не меня веселите, даже зрителей веселите. Бурина, известного политического деятеля в Советском Союзе, в России, после этого спросили, господин Бабурина, вот правда, что вы сотрудничали с КГБ? Бабурина делала паузу, думала, что КГБ... КГБ, да, это же серьезная организация, как с ней не сотрудничать. Вот, серьезной организации уже нет, к сожалению. Хотя мы имели серьезный отряд очень хороших и вы ошибаетесь, потому что следующий вопрос, он будет, конечно, такой, как сказать, юмористический, сатирический или правдивый. Скажите, в каких странах мира практикуется двойное гражданство в спецслужбах, но я сейчас уточню, в контрразведке. Отличный вопрос. В контрразведке. А если существует, филиал какой разведки мира является на сегодняшний день СИД? Пожалуйста, кто первый отвечает? Это абсурд априори. И найти бы того гения, который... Я знаю эту линию аргументации, которую слышал от этих болванов, что якобы они не могут найти кадры, и поэтому якобы у всех уже двойное гражданство. Это полная неправда. Во-первых, многие из них, и в частности товарищ Гуменюк, превратил эту контору в какой-то семейный такой подряд. Его счастье, что на сегодняшний день я не буду сейчас делать эту связочку там, сеть его куметру сверху донизу, а то мы там много чего понавидим. Во-вторых, они в принципе не хотят заниматься, потому что кадровая работа для спецслужбы это одна из самых сложных. Не хочу обижать эту девушку, которая сейчас там, но она настолько далека от всего этого, не имея ни опыта, ни оперативной работы, никакого, она там занимается кадрами, красиво выглядит, безусловно, но это вообще не стой опер. Вопрос в другом, что подготовка, поиск людей, которые должны говорить на нескольких языках, которые должны обладать специфическими знаниями, памятью, анализом, это же, конечно же, работа. Рыбак рыбака видит издалека, то есть должен по своему подобию искать. Намного проще куметрущин, на наш и все такое. Я понимаю, насколько это легко, в кавычках, а уже под них подгонять эти законы, и под них также подгонять, если бы кто-то, хотя бы из тех, кто сегодня в парламенте, элементарные, поднимите документы, и они имеют на это право. Какие в последнее время, за последние полгода, сколько длится анализ одного новичка, прежде чем брать его на работу? В советское время это могло длиться годами, с проверками, перепроверками. Сейчас он три месяца, пак, он уже его там берет, с двойным гражданством и так далее. Мне несложно догадаться, почему это делают. С одной стороны, увольняя, значит, ребят по 20-30 лет, там работают, лучшие ребята. Лично я в июне об этом сказал Дадону в лицо. Я сказал, то, что вы сейчас делаете, это очень плохо закончится, потому что вы начинаете увольнять лучших ребят, которые есть у этого государства. И я сразу по почерку понял, куда Дадона будет уносить. После этого я перестал с ним вообще разговаривать. Он для меня закончился как руководитель в июне прошлого года. В частности, на эту тему, когда я увидел, что у него нет ни видения, ни понимания, ни откуда этот Отец Уллинка взялся, ни с кем он завтракает, ни куда он ходит. Извините, еще раз сейчас остановлю. Да? Все-таки он президент. Это что значит? Ну, вы заметьте, советников-то у него по силовым ведомствам валом со стажем. Валом? Ну, валом. Назовите одного. Послушайте. Я здесь. Сколько там полковников? Полковник не означает середины. Которые работали в Сибе какое-то время. Которые работали в контрразведке. Так, и что? И где результат? Я вам, как специалист... Вы о ком? Подождите. Что ты... Я говорю о специалистах? Полковников не помню. Или вы так шутите? Я не шучу. Я задаю вопрос. Я задал нормальный вопрос. Полковник... Военную контрразведку возглавляет человек, который большой специалист. Так? Сегодня? Да. Не знаю. Я стал одним полковником ВД. я... То есть, чего взяли? Окей. Контрразведчик там. Чего? Контрразведка. Какие функции? Давайте мы поясним нашим зрителям, какие функции военной контрразведки. Оперативное обеспечение, работа армии, пограничники. Пресечение, работа иностранного... Ну, тут понятно. Так, и... И что вы хотите сказать? Что у него двойное гражданство? Нет, я... Как бы не задать? Я вам задам вопрос. Скажите, пожалуйста, вот они работают, пресекли вражескую агентуру. Ничего они не пресекли. Здесь есть вражеская агентура. Да, я понял. Теперь, да. Они в первую очередь выдумывают себе эти цели. И много лет при предыдущей власти самое главное выдумать было, реально выдумать, какую-нибудь российскую угрозу. Да. Те, кто прочитал хотя бы одну книгу про разведку, достаточно одну книгу, не надо больше, они поймут, что разведка это не про убийства и не про танки. Это одни из самых умных людей, которые интересуются, как навести дружеские мосты между твоим государством и их. Для этого они читают не только газеты. Это интеллектуальная работа самых умных людей любого государства. Эти искали танки, выдумывали постоянно. Для господина Пахотнюка, которого это интересовало политических целей, для Канду, который учил США бороться с Россией, и для других демократов, которые сегодня внезапно перекрасились и уже забыли про русские танки, и уже они ищут другие цели. Конечно, я хотел закончить на эту тему с двойным гражданством. В принципе, то, что не только в спецслужбах, а в Молдавском МИДе, и там уже больше 90% с двойным гражданством, ты не можешь существовать двойной лояльности, не может дипломат иметь два гражданства. Это априори нонсенс. Просто потому, что ты же клянешься в верности государству, ты работаешь на него, а если ты гражданин, образно говоря, наших соседей, там, Румынии или Украина, ты же то же самое сделал. У нас это априори разные взгляды на украинский. Разные интересы. Хотя Украина для нас дружеское государство, очень важное. Но у нас есть экономический интерес, а наша собственность, наши граждане, да есть. Да все через Украину проходит. Надо, соответственно, переходит в определенный конфликт. А как ты тогда работаешь? На два фронта, что ли, или на один меньше, и на какой? Я скажу, не из презумпции виновности, но эти депутаты, когда они поднимают за это руку, это раз. Второе. Вот мы сейчас об этом говорим. Завтра с утра министр иностранных дел проснется или нет? Вот он скажет, блин, ну это нездоровая тема, на самом деле. Давайте что-то с этим делать. Или вот так вот будет. Просто от того, что поступательно, я вам очень признателен за эту передачу, потому что годами никто не хочет говорить на эти больные темы. У МИДа там за 300 миллионов бюджет, у этого СИБА сотни миллионов бюджет. В это время эти, я не хочу сейчас патетически выглядеть, в каких условиях живут эти дети без родителей, бабушки и так далее. Но этим миллионам могли бы пойти в какое-то рациональное русло. С этих толку, ну никакого. И надо, конечно, принимать, и главные эти законы идут все абсурднее и абсурднее. И заканчивается тем, что приходит этот человек без никакого опыта, ни руководителя. Приходит, и в первые же дни говорят, я так решил, этого вон, этого мимо, этого убуволить. Когда это наступило, вот такое? Это вот сразу после смены власти? Какой смены? Вот мы запутались с вами. Нет, почему? Ну, по крайней мере, с 2009 года это происходит. Я вам рассказал историю Исауликова. Сначала к Плохотнюку. Нет, это все понятно. Потом, нет, в последние годы. Я вообще-то делал передачу не по личности. Правда? Исауленька, не Уссуленька. Если мы опять уходим, вы уже сказали. Вы уже сказали. Приглашайте других тогда. Если вы сказали, а, вы скажете б. Уже так. Если не скажете, я не буду дергать. Но, вот сейчас форму такую приобрела уродливую, противную, и неся несмысловую нагрузку защиты государства, которая на сегодняшний день не может быть в военных интересах в первую очередь, а именно вы политико-экономических, правильно, то специалистов у нас нет. Согласен. У нас есть шаг к концу не то, что спецслужб, а вообще всех силовых ведомств, потому что на мои вопросы где и почему допрос Смирнова хотя бы для историков, да, взяли бы, показали, стенограмму хотя бы, да, вы сказали, что нужно обращаться в прокуратуру. Я назвал конкретный адрес. Военная прокуратура контролирует СИП, да, по закону. Ну, что значит контролирует, это не то слово. Ну, как не то, если они задерживают кого-либо, они должны согласовать с военной прокуратурой. Ну, это да, это наоборот, просто наоборот прокуратура обеспечивает, да, обеспечить юридическую поддержку. Здесь получается так, смотрите, что мы ничем отличаемся от Приднестровья, хотя война была, от их спецслужб, но они хоть контролируемы знаете кем? Знаете? Не будем говорить. Или что вы хотите этим сказать? Хочу сказать, что на сегодняшний день их местная работа заключается в том, в регистрации тех преднестровцев, которые здесь получают или молдавское гражданство, или в румынском посольстве, получают румынское. Я там встретил несколько человек, активных участников войны в Приднестровье с той стороны. О чем я говорю? Вот эти две спецслужбы, мелкота, которые, они друг на друга, как вы сказали в первой части? Правильно. Они наблюдают друг за другом. Вот что вы об этом думаете? Вы думаете. А интересов государства Я думаю, что немедленно, если бы у нас было серьезное государство и серьезные руководители по главе правительства, парламента, во главе президентуры, как основный институт, как глава государства, то они бы после нашей с вами передачи должны немедленно созваться, посоветоваться. Слушай, вот эти вот два деятеля вместе со Скрипниковым, Да, что я хорошо, что вы его в нашей компании сделали. Они правду говорят, только давай разберемся. Я вас уверяю, что там за полчаса они убедятся, что все это чистая правда, что здесь. Если нужно, я поговорю с ребятами, которые документируют периодически кое-кого, и другие материалы будут. И они должны немедленно созвать и заседание правительства, и заседание соответствующей парламентской комиссии, а потом и парламента в целом, по одному единственному вопросу. О безопасности республики Молдова. И вот там говорить и об этом двойном гражданстве. И о том, что они нихрена не делают ни там, ни там, ни там, ни там. Созвать. Подготовить вопросы и сказать народу действительно так. И принять меры, чтобы ни одного не было предателя. Потому что двойное гражданство это предательство. Причем предательство тоже двойное. С чего бы начать... Само двойное гражданство. Если ты не в государстве, Если ты не в службе, то ты не предатель. Пришли пойти, чтобы тебе было удобно пресекать и пересечь границу, что-то выиграть. И второе. На место президента и на место председателя парламента, премьер-министра, я немедленно, немедленно разогнал нахрен этого и Саволенко. И все это его окружение, о которых очень убедительно говорил господин Асталеб, и заменил нормальных людей. Немедленно надо разогнать, чтобы ни духу не было. Человека, офицера там с двойным гражданством. Да пусть там остаются три сотрудника, но только чтобы они были сотрудники Республики Молдова, сотрудники СИБА, нашего государства. Хотя бы с этого. Еще один элемент. Дело в том, что спецслужба не может быть, особенно в условиях Молдавии, лизоблюдной структурой, которая рассказывает тебе то, что ты хочешь услышать. А именно это происходит уже десятилетия. Это начальник спецслужбы молдавской, это одно из неблагодарнейших должностей в Молдавии, потому что он обязан говорить как врач, который разговаривает с пациентом об очень плохой болезни. И еще лекарства у нас. А наше состояние, наше общество, это я боюсь сравнивать с какими болезнями. И тогда врач не будет хихикать, когда он разговаривает с пациентом о политике или руководителе государства. Это в данном случае пациент, которому объясняет, а ты знаешь, что у тебя здесь, здесь и здесь. И вот для того, чтобы честно разговаривать, это нужно быть волевым человеком, честным, не бояться потерять должность. А вы посмотрите просто достаточно поздравить на их лица, на их поведение и понять непрофессионализм и трусость. И вот все, о чем мы сегодня говорим. То они как информируют? А руководят-то нами кто? Я почему начал с этого выражения? Что такое внешняя контрразведка? Какие задачи? Какая у разведки? Вот вы задаете. Это же тонкие материи. Люди учатся десятилетиями. И что у нас есть и люди, что Кику там пришел, он в этом разбирается. Откуда он может разбираться? Это же абсурд. Ну хорошо, его избрали премьер-министром. Для этого и существует советник в этой области. Для этого и существует руководитель спецслужбы, который спокойно, доходчиво объясняет, в чем роль, в чем функция. Не давите на меня. Не требуйте той информации, которую вы хотите слышать. Я дам вам так, как есть. Но мы говорим о том, как должно быть. Что вы делаете вы, пожалуйста? Министр экономики, министр финансов. Что подвержен финансовый рынок? Какие падения, к какому росту? А у них экономики там вообще нет. И специалистов нет. Вообще просто в этой области. И там есть несколько управлений, которые я боюсь просто о них упоминать, на кого они туда поставили. Каких фантазеров, во-первых. И во-вторых, чем они занимаются. В том числе частично то, что сказал господин Пулгар. Они занимаются преступной деятельностью. Они очень зря думают, что это останется безнаказанным. Куда они залезают и кому они об этом говорят. Это очень плохо для них закончится. Вот господин Пулгар, вы с таким понятием, как экономическая контрразведка, сталкивались? Да, конечно. Это одна из первейших задач любой спецслужбы. Как вы считаете, почему ее деятельность не дана была? Да, потому что у нас во главе государства нет государственных людей, государственных мышлений, нет патриотов, нет людей преданных. Ни в парламенте, ни в президентуре, ни в правительстве и так далее. Ну, за отдельными исключениями. Но что такое исключение? У нас должна быть давлеющая, решающая, доминирующая масса. А вы много сторонников независимости Республики Молдавы знаете в сегодняшней власти. Ну, зовите 3-4 человека. Вы знаете, декларация о патриотизме я слышу от каждого политика. А потом, да нет, Сергей, не об этом речь. Речь идет об элементарных вещах. Абсолютно известно со времен СМИ, Маркса и прочих, и прочих. Государство, которое не производит, которое не имеет собственной продукции, не продает его, вынуждено, обречено быть на их живение у других, у различных финансовых комбинаций и так далее. Что такое экономическая безопасность? Во-первых, чтобы тебя не превратили в дешевый рынок рабочей силы. То, что произошло. Что произошло уже много лет. Во-вторых, чтобы твои товары куда-то шли. Самое большое преступление против молдавского народа – это то, что идиоты, которые нами руководили за последние 10 лет, отказались от огромного российского рынка. Куда шла наша продукция? Это наши деньги, те, которые оторвали нас от России не потому, что Россия мне очень симпатична или антипатична. Россия надо принять такое, какое она есть. Это дело такое, хочешь – любишь, не хочешь – не любишь. Тебе надо, тебе интересует. Так иди, 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 и продавай там. Нет. Сотни тысяч денег. Мы мозгами Димфу, Павличенко и прочих, и прочих, и прочих отказались от главного в этой жизни, от наших денег, от продажи людей. В этом имеют заслуги, в кавычках, и практически все президенты. Не надо говорить, что они имеют заслуги, лучше говорить, что они имеют большие претензии. Безопасность. Чтобы тебя не превратили в раба, и чтобы ты с помощью этой службы, господин Асталеп, не зря эксперт, он эти вещи знает. Поэтому самое главное – продавай свои товары. Приведи инвесторов, которые дают развивать твое производство. Приведи инвесторов, которые оставят валюту здесь в твоей стране. И не крадут последнее под видом инвестора и под видом схем. Сами создали где-то там, и якобы инвестор потом выводит это. И нам рассказывают, что вем не будет инвестиций. Да, да. Вот ваш экономический контрразвит. Да, репартнеры поразят. Ой, извините. Вы знаете, честное слово, когда говорят через проекты инвестиций к независимости и свободе рынка, я улыбаюсь, вы знаете. Нюансы вот у вашей, да. Ваша основная работа на сегодняшний день, вы можете проследить того или иного инвестора, да. Начиная с первого дня его предложения инвестиций в Молдову. Вы что делаете? Вам предложили, да? Вы знаете. Вы проверяете от и до. День рождения детей. Я не буду перечислять все. Количество обладания и привлечения возможностей инвестиций через свой какой-то инвестиционный фонд, да. Правильно? Вы проверили. Скажите, как на сегодняшний день вы знаете и вы знаете, как эти инвестиции у нас, которые привлекаются в Молдову, контролируются об том, кто их инвестирует и через какие каналы? Я вообще ничего про инвестиции последние уже не знаю сколько лет, вообще реально ничего не слышал. Про аэропорт вы хотите поговорить? Или может быть вы, потому что это типа инвестиция была. Или про другие? Подготовившиеся, готовившиеся. У нас инвестиционный проект, вы вышли в город, да, пошли. Вот вам Интурист, вот вам Кишинел, вот вам Космос. Вы можете найти кучу инвестиционных проектов. Вот. И аэропорт то же самое, и еще три аэропорта, и еще четыре железнодорожного вокзала, вот вопрос. Нет никакой подготовки, мы сегодня не затрагивали. В свое время господин Воронин создавал еще институт подготовки этих офицеров. Я как пиарер жду, чтобы меня спросить, продолжай. Это уже настолько опустилось до уровня примитивизма, и что, и кого они выпускают этих ребят, и кто-то преподает, в частности, в этом институте, что нет экономической составляющей ни у этой службы, и в принципе ни у кого нет. А что, молдавских дипломатов, может быть, готовят экономистов? Они понятия не имеют в любом посольстве, я знаю вашу улыбку, вы абсолютно правы. Нет ни в одном молдавском посольстве людей, которые имеют элементарные знания в экономике. Есть эти представители Министерства экономики в посольство. Лучше я не буду говорить, чем они там занимаются, ибо и так все понятно. Но господин Плугару что-то явно хочет сказать. Да, он даже руку поднял. Сергей Васильевич, то, что вы нас колите своими колпами вопросами, я понимаю. Но скажите, пожалуйста, здесь принято или можно, чтобы мы вас вопросами... Нет, вот когда... Ну, хотя бы... Задаю я. Телеканал будет. Потому что это не вопрос о заявлении. Я к вам приду. Вот скажите, пожалуйста, вы вот уже полвека на информационной ленте, вы многое знаете. Тут дают один за два или за три, иногда. Скажите, пожалуйста, вы хоть раз в современной истории Республики Молдова слышали хоть какую-то вот такую вот информацию о том, кто какие кредиты взял, как они использованы, кто их вернул. Хоть раз в информации об этом слышали. Если я... Я про экономическую безопасность. Про экономическую безопасность. Я могу ответить на ваш вопрос, когда у вас будет в ваш телевидении. Я в курсе, кто какие кредиты берет и под какие проценты, как их отдают, но в основном их не отдают. Я получил ответ, потому что я на самом деле хотел сделать вам комплимент. Не надо бы их обриваться. Не выходить в сторону спецслужб. Хорошо. И вас не в сторону спецслужб. Именно этой трагедии, которая случилась 2 марта, ну я имею в виду активные боевые действия 1992 года. Война. Война. Я хочу вам задать вопрос, почему крайне правые наши националисты, у неонисты, русофобы всяких форм, всячески обеляют участие в этом конфликте батальона УНА-УНСО Украины. Обеляют? Обеляют. По крайней мере, никто ни разу не осуществил. Никто не говорит об этом. А те, кто выступали, эти фрики политические, которые существуют на сегодняшний день, они заявили так. Да они там занимались охранной деятельностью. Ну понятно. Это называется, как сказал один молдавский политик Антоневску, цитирую, Антоневску были не только плохие дела, это из этой же области. Почему так происходит? Проблема, я очень коротко скажу, мой уважаемый коллега говорил сегодня об этом. В любом конфликте и в этом конфликте участвовали совершенно разные люди, с разными целями, совершенно разными взглядами. И были те, кто выполнял свой долг, были те, кто выполнял свой приказ. Я, конечно, моя позиция ясна. Это совершенно большая трагедия не Кишинева и не Правого берега, а всего того народа, что жил в Молдавской СССР. Мы пострадали от инфантилизма, от глупости политиков, которые не понимали, что нас травливают. Кто это сделал до сих пор, конечно, до конца не ясно. Но вы говорите о той категории лиц, о ком вы говорите, которые из своих русофобских фанатичных взглядов, они являлись одними самыми деструктивными элементами не только в 1992 году. Они по сей день продолжают это делать, и сеять эту рознь, и создавать эти конфликты. Да, но погибали молдаване. Правильно, я это и говорю. Они свободны, они же отрицают существо, а не молдаван. Они же будут говорить, что меня не существует. Они претендовали на нашу территорию. Никого из нас. И вот эта узкая категория лиц, такая истерично-крикливая, я же подчёркиваю, они по сей день дальше продолжают эту деструктивную политику. И я не трогаю сейчас спецслужбы, а просто говорю о том, а в чью компетенцию тогда входит анализ этого феномена и разумное предложение, что с этим делать. Что не повторялось, что мы можем сказать лучше. Да, это кто тогда? Именно спецслужбы. Для этого надо быть специалистом, для этого надо учиться, а не искать русские танки и увольнять людей. Но чего они не находят украинские? Так потому что у них линия аргументации известная, во всём виновата Россия, все остальные дураки. А значит, батальон, как-нибудь 600 человек, так тихо-тихо, да? Да, да, да. Охранял ресторан Террасполь или Аистан. В общем, мне как-то интересно. И это как будто целенаправленно. Вы знаете? Я вам скажу. Значит, это, ну, можете и охраняли какой-нибудь склад с аспиртными напитками в основном, но они стреляли в нас. Они в нас стреляли. И Смирнов им за это платил. Потом были непонятки с ними. Вот Каминский однажды шумел там сопротивляться, хотели избавиться от них, но потом они остались. Это на самом деле, да и по их воспоминаниям, это на самом деле прелюдия, Сергей, прелюдия к еврейско-бандеровскому перевороту в феврале 2014 года. Они готовились. Это подготовка. И это, с другой стороны, показывает, как они на самом деле к молдаванам относятся. Их претензии, территориальные претензии, хотя на самом деле значительная часть нашей территории находится в составе украинского государства. Да, границы Бессарабской. Они к нам имеют территориальные претензии. Если там соответствующая конъюнктура доберется, сложится о власти, то мы будем иметь еще гембель с ними. Но почему они об этом не говорят? А никто. Хотя бы извинения принесли. Сленинградская сторона. Это, наверное, не нас. По тем оперативным данным, которая была с той территорией, ведь этот батальон был самый боеспособный. Один из боеспособных. Так они тренировались и в других регионах бывшего Союза. Не только здесь. Да, так я с ними разговаривал. С одним из них разговаривал. А что вот молдаване? Ну, говорит, вы молдаване цыгане, говорит. Но так как наше руководство украинское, УНАУМСО, это армия, да, он говорит, сказали, воюйте везде, набирайте боевую опцию. А я что? В немецкой. В любом своем проявлении нацистское начало, и неважно, какой оно колоратуры, неважно у кого, оно присутствует, к сожалению, почти во всех государствах. Просто ошибка ставить знак равенства между государством и этими такими группами. И тем более равенство с народами. Их не надо так же деслить с народами, из которого они. Но всегда и все. Что украинцы нормальные люди, нормальные люди. Ну, всегда и везде такие группировки поддерживаются финансово и используются конкретно милициями. Конечно, в определенных целях. Так что в этом случае я не ставлю знак равенства ни в коем случае с Украиной или их отношением к нам. Такие группы, вот вы о них говорите, у нас же тоже существует. Вот они меня не считают за человека, готовы там повесить, сжечь. Они об этом говорят только потому, что я говорю, что я молдаванин. Но они живут в моей стране. То же самое у соседей везде. И вот это одна из целей, то, о чём мы сегодня говорили. Но мы видим, что это некому заниматься. Вот о чём главный вопрос. Хорошо, тогда я хочу закончить нашу программу. Может, мы уже чуть-чуть превысили лимит. Смотрите, война прошла. Люди с обоих берегов уже давно друг с другом, ещё с тех времён, когда перемирия были, стреляли в воздух. Давно смирились со смертями, с потерями, с обидами, с делёжками. Почему сейчас политика государства, не буду уточнять, кого именно, ведёт к тому, что всё-таки разобщение у нас как бы назревает критически. Потому что это выгодно. Разделяя и властвуй. Дивенья этим первым. Сталкивай. Пусть стреляют друг в друга. Собирай и выражай. Иди ты подряда на строительство. Как говорят в ваших кругах, отвлечение на негодный объект? Совершенно верно. Выгодно это. А как они? У них появятся большие проблемы, если мы помиримся. И, к счастью, шаги в этом направлении я наблюдаю уже много лет. Они идут труднее, чем хотелось бы. Потому что, вообще-то, смерть уже должно снимать. Должно амнистировать. И там, и на том берегу это, понимаете. Особенно в ситуации, когда, я и для себя понял, но всё больше и больше людей понимают, что нас столкнули. Ну, в какой веке молдаване должны были стрелять в русских? И русские в молдаване. Значит, это кому-то было выгодно. А, цель какая? А настрой молдаван против русских, против россиян. Россиян против это самое. Нас превратили в румынские националисты, что далеко не так. А всех русских превратили в империалистов. Ещё каких-то кретинов, свалачей, преступников и так далее. И это продолжается и поддерживает. Почему это усиливается? Потому что выгодно. Я наблюдаю... Почему? А скажите, пожалуйста, вам не кажется, что самый главный, как говорят, бенефицар из этой войны, это товарищ господин Смирнов Игорь Николаевич, который на этом стал миллионером, который там царь и бог, у которого сын, вы знаете, чем занимался, который вроде и Москва разобралась с ним, возбудила дело, а потом успешно прекратила. Вот он из недр КГБ СССР заблаговременно был сюда переброшен, потому что аналитики из соответствующего управления КГБ предвидели, что в соответствующих регионах... Я думаю, не предвидели. Думаю, не предвидели. Вы же спросили меня. Вот я вам отвечаю. Я на него и попросил. КГБ не предвидело, КГБ готовилось. Сейчас... Готовилось. Со времен Ельцина, которые активно спаивали сотрудники КГБ, которые окружали его вокруг, а также проследить всех сотрудников высшего звена России, все бывшие сотрудники КГБ, ФСБ. Тайна, покрытая мраком, стала светлой. Я спросил обычно, почему сейчас выгодно нашему государству эту пропасть между двумя берегами расширять, и причем активно дыра позволяет делать сумасшедшие деньги? Это для политиков. Это выгодно для политиков в том числе, потому что правым... Я такой прямо государственный секрет сейчас раскрою. Разве кому-то справа когда-то будет интересно воссоединение страны? Потому что 180-200 тысяч голосов из Приднестровья, если добавятся к голосующим здесь, навсегда делают этот парламент пророссийским, левым, антинатовским и тому подобное. Кардинально меняет соотношение политических. Поэтому правые всегда будут делать любыми возможными способами. Они, конечно, не будут признавать так, как я сейчас сказал. Они найдут любую форму анти-России, империализм, русские танцы, что хотите, но не допускать. Потому что для них, как в свое время Кишинев, если бы Кишинев всегда голосовал только в радиусе самого Кишинева, это всегда был бы по голосованию люди, голосующие за левую. То есть это был левый электорат. Нет, придумали эту схему с этими селами. Другой вопрос, как эти села, почему такие националистические и так далее. Но придумали и имеем столько лет вот эту ситуацию. Это первое. Второе. Самим политикам слева очень часто это выгодно, потому что можно не исполнять свои обещания, а постоянно говорить нам, после выборов я сделаю референдум по антиунионизму. Как будто тебе кто-то мешает это сделать через неделю, раз ты так сильно хочешь. Но не надо делать референдум по антиунионизму. Ты запрети своим дипломатам завтра утром иметь двойное гражданство. Этого будет достаточно для начала. Ты просто поговори с людьми из Приднестровья и скажи, что против вас воевать больше никто никогда не собирается. И давайте делать то, что экономически вам помогает. Что мы от этого теряем, я понятия не имею. Я не вижу конкретных вещей, которые для тех людей мы бы не выглядели фанатиками, фашистами и так далее. Чтобы исчез страх перед нами. Вот какие будут вещи, которые я бы знал. Похожи какие-то дороги, детские садики, хотя бы один за 30 лет. Для полной картины, господин, давайте добавим несколько сот голосов Молдаваны в Российской Федерации. Вы не задавали себе вопрос, а почему никак не хотят использовать, привезти в государственную урну, копилку голосов, эти несколько сот тысяч? Я специально изучал соответствующие конвенции по международному праву, гарантирующие соблюдение политических прав иных граждан на территории. Россия вполне могла оказать соответствующую помощь. Не делают. Почему? Потому что невыгодно. Иначе этот парламент будет по-настоящему парламентом независимой Молдовы. И никто не знает, окажется после этого Радону власти, или Платон, или Плохотнёк, или Канду, или кто-то другой. Далеко не факт. Наоборот. Я думаю, что во власти придут другие люди. Да, заканчивать программу надо, а то мы наговорим себе каждую из... Сергей Васильевич, вы сейчас выглядите, честное слово, выглядите как следователь КГБ, честно из фильма. Ещё хуже. Да, вот я пытаюсь понять, что у вас там за... ещё сверху там написано. И что здесь? Да, в частности, что крутится здесь? Я открою секрет. Когда сдавали экзамены, то первые вопросы были... Он нас стерилизировал от души сегодня. Кто бы говорил нам, да? Говорили, что любой предмет, находящийся в руках, он отвлекает от истинной цели вопрос. Ничего нового не рассказал? Нет? Надеюсь. Смотрите, что после этого не закрыли вас. Да нет уже, куда там? Кому я там нужен? Канал, я имею в виду. А, канал – это уже владельцы. Вот, я не владелец. Вы знаете, программа главная... Мы были честными и беспристрастными, как мы. Программа главная. Я не часто выступаю в этой программе. Я скажу, что наиглавнейшее можно было сегодня сказать, да, в программе главное. Масло масляное. Спецслужбы очень сильны. Власть сильна, как никогда. К победе светлому будущему. Наше дело правде. Победа будет за нами. Мы за ценой не постоим. Да. Как классно. Есть служба, есть проблема. Надеюсь, что для кого-то это было интересно, но... Это все... На самом деле все очень серьезно. Я думаю, кто слушал, понял все, что главное было сказано. Вами. Нет, вам спасибо. Спасибо, Валерий. Спасибо. Спасибо, Анатол. Я думаю, что многие задумаются. Там, где можно думать. Всего вам доброго. Смотрите нашу программу. Главное всегда останется главным. Всего доброго. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова